Итоговое сочинение рязанские школьники выпускных классов написали 3 декабря. Спустя неделю после проверки всех работ стали известны результаты. В принципе, по подсчетам чиновников регионального министерства образования, этот показатель ниже, чем в других уголках страны. Кстати, сочинения оценивались уже вполне по-институтски, то есть школьникам выставлялись зачет или не зачет. Проверка проводилась по пяти критериям. Также обозначу их. Первое – это соответствие теме выбранной. Второе – аргументация, привлечение литературного материала. Третье – композиции и логика рассуждения. Четвертое – качество письменной речи. И пятая – грамотность. Так вот, основная масса выпускников получила зачет. Несмотря на небольшое число двоечников, педагоги отмечают и тревожные тенденции. По мнению учителей, школьники стали меньше читать, в том числе и произведения классической русской литературы. От этого увеличилось в написанных итоговых сочинениях число орфографических и речевых ошибок. Зато развилось косноязычие и неумение выразить свою мысль. Темы все были, я считаю, что достойные. Конечно, наибольшее внимание привлекла тема войны. Это понятно, потому что в этом году, в 2015, извините, мы будем отличать 70-летие помиды. И действительно, тему выбрали многие. Но я, опять же, хочу отметить, что все-таки в нашей школе, помимо военной, тему выбрали из всех направлений. И о Лермонтове писали работы, и «Свесть поколений», и о природе написали нравственную тематику. То все-таки есть над чем работать. Потому что где-то приблизительно 40% в плане орфографии, речи, косноязычьей работы действительно не очень интересно. Есть над чем работать. И я думаю, что будем это делать. Читают наши выпускники меньше. И, к сожалению, меньше стали читать и классическую литературу. Здесь мне хотелось бы отметить, что классика, она потому и классика, что она актуальна во все времена. То, что тенденция такая сложилась, это печально. И, конечно же, по итогам проведения сочинения будут разработаны методические рекомендации всем педагогам, преподающим русский язык и литературу в Рязанской области по использованию новых, более современных форм работы с классическими произведениями. Потому что сейчас вопрос стоит прежде всего в использовании новых технологий. Результаты итогового сочинения станут основанием для принятия решения о допуске к государственной итоговой аттестации. Впрочем, во втором полугодии ученики смогут исправить неудовлетворительные оценки. Переписать неудачные работы можно даже дважды в феврале и мае.